Всем привет, друзья! Мне часто задают такой вопрос. Артур, я худой, но у меня живот. Как от этого избавиться и почему живот появляется? Сразу же хочу сказать, что наш организм сжигает жир везде одинаково, то есть в одинаковой пропорции, да, отовсюду. Не может быть такого, что у вас там с руки жир сжегся больше, чем с ноги. Он сжигается везде одинаково. Но есть специфическая такая особенность организма, что именно в районе живота, вот и боков, да, у вас откладывается наибольшее количество жира. И именно поэтому, когда вы уже худеете, да, у вас похудели там руки, ноги, там, не знаю, грудь и так далее, а живот остается. Это признак того, что у вас отложилось много жира на животе, и он остался даже тогда, когда у вас похудели другие конечности, да. Это значит, что вам нужно продолжать заниматься, делать кардио, делать силовые тренировки, качать пресс, и тогда живот постепенно исчезнет. Вы, возможно, часто замечали, что есть такие люди, которые похудели, у них лицо похудело, руки, ноги. Они выглядят очень худо, да, такие уже страшные становятся, анорексики. И они выглядят старее, потому что, когда человек худеет, у него кожа обвисает, да, если он был толстый, то у него вся кожа обвисает. И только со временем она восстанавливается. Но в начальном периоде он выглядит так, ну, старее. И у него живот остается, то есть его очень сложно убрать. То есть с живота из боков жир исчезает просто в самую последнюю очередь. Итак, что же нужно сделать, чтобы убрать этот ужасный живот? Первый и самый главный враг живота – это активный образ жизни. И многие считают, что когда вы качаете пресс, то есть становится еще хуже, например, потому что у вас сверху жир, да, и вы качаете мышцы, мышцы еще больше становятся, и тем самым визуально увеличивая вашу талию, а жир не исчезает. Это отчасти правда, потому что, когда вы качаете пресс, вы не особо сильно сжигаете калории. Как в отличие от того, если вы будете делать много кардио. Или, например, будете заниматься плаванием, либо просто бегать, либо ходить в турпоходы, либо там скалолазание. Нужно делать те действия, которые сжигают большинство, большое количество калорий. Следующий пункт – это здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни должен быть во всем – в еде, в вашей физической активности. Вы не должны употреблять всякие там наркотики, сигареты курить, бухать и так далее. Во всем должна быть здоровая, здоровая жизнь. Многие люди, приходя с работы, уже не хотят ничего делать. Они покушали и легли на кровать смотреть телевизор. Они устали на работе, им уже просто ни на что не хватает сил, чтобы привести себя в порядок, чтобы убрать живот и так далее. Но нужно обязательно гулять каждый день. Прогулки – это очень важно, потому что это все-таки здоровый образ жизни. Это кислород, это движение, это жизнь, как мы знаем. И сжигаются калории, естественно. Нужно ходить где-то хотя бы, хотя бы 2 километра в день. Если у вас нет совсем времени, ходите хотя бы 2 километра в день. То есть километр туда, километр обратно. И вот от этого тогда у вас будет постепенно сжигаться жир. Вы будете тратить какие-то калории, потому что люди, которые много работают в офисах, за компьютером, продавцами и так далее, на кассе сидят, у них вообще просто копится один жир. Они кушают и копят, кушают и копят. И они никак его не сжигают. Если вы такие, то вам придется как-то это делать. Либо заняться спортом, либо ходить там на плавание, либо просто ходить по улице и так далее. Ну и напоследок скажу вам упражнение, которое помогает держать кор живота. То есть будет мощный кор, и тогда живот так сильно выпирать не будет у вас. Это вакуум. Все знают, что такое вакуум. Вы втягиваете максимально сильно живот и держите его так где-то 15 секунд. Таким образом мы тренируем те мышцы, которые держат именно живот. Это упражнение можно делать всегда и везде. Стоите на остановке, втянули живот и считаете до 15. Можно дышать во время этого упражнения, потому что многие почему-то задерживают дыхание. Они думают, что это лучше. Я не знаю, я считаю, что нужно дышать, потому что дыхание, опять же, снабжение кислородом и так далее. Это улучшает ваш процесс. Стоите на остановке, я не знаю, поссорились с какой-нибудь там девушкой, например. Она вам что-то втирает. Вы втянули живот, стоите просто и внюхиваете то, что она говорит, короче. Ну и в разных обстоятельствах просто втягиваете живот. Что бы вы ни делали, везде втягиваете живот. И тогда у вас будет уже такая развитая мускулатура живота. И тогда он не будет так сильно выпирать со временем, потому что вы натренируете ваш кор. И ваши мышцы просто будут вминать живот туда, вовнутрь, а не наоборот. Потому что от еды и от жира он выпячивается вперед. А мышцы будут наоборот вот туда. Ну что же, подведем итог. У нас два получилось основных пункта, которые помогут вам убрать живот. Ничего сложного. Это активный образ жизни. Обязательно нужно быть активным. Не сидеть на диване, не смотреть телевизор. Лучше пошли, вместо этого прогулялись. Я не знаю, побегали, пробежались. Второе, это здоровый образ жизни. Во всем здоровый образ жизни. В питании, в тренировках, вообще в жизни. Не курить, не пить и так далее. Везде должно быть здоровье, здоровье, здоровье. И тогда у вас будет общее физическое состояние хорошее. Вы будете здоровым, крепким человеком. Не будет никаких жиров, не будет никакого пуза и так далее. И третье, да, дополнительное упражнение, которое поможет вам вогнать живот вовнутрь и обратно, это вакуум. Вы все знаете об этом упражнении. Я не буду даже рассказывать о нем широко так. Я уже рассказал, что нужно делать, как нужно делать и сколько секунд. Этого вполне достаточно. Если вы хотите узнать больше о вакууме, вы можете посмотреть там в гугле или у других спортсменов на ютубе и так далее. Но думаю, тут ничего такого особого нет. Поэтому, друзья, выполняйте это. Посмотрим, как это будет действовать на вас. Я уверен, у вас все будет хорошо и вы похудеете, уберете свой ужасный животик. И спасибо за просмотр, друзья. Рад, что вы посмотрели это видео. Покажите его своим друзьям. Поставьте лайк. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok